В Тверской областной суд поступило уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Вышнего Волочка, обвиняемого в убийстве таксиста в августе прошлого года. Второй подозреваемый, 32-летний мужчина, после проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы, признан психически нездоровым, и в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство. Предварительным следствием установлено, что 3 августа 2019 года обвиняемый и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на автомобиле такси прибыли в поселок Заволжский и попросили таксиста остановиться на обочине. Находясь в салоне автомобиля, один из мужчин напал на таксиста, обхватив его шею руками, а другой нанес потерпевшему ножом несколько ударов в живот. От полученных травм мужчина скончался. Совершив убийство, обвиняемый и его знакомый вынесли тело таксиста из салона автомобиля и сокрыли в траве. Похищенный автомобиль продали, а вырученные деньги разделили между собой. Расследованием уголовного дела занимались следователи по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета. Раскрытие преступления, вызвавшего широкий общественный резонанс, представляло особую сложность в расследовании. На первоначальном этапе следствие располагало лишь незначительными данными, полученными в ходе осмотра места происшествия. Благодаря тесному взаимодействию следователей Следственного комитета с оперативными сотрудниками МВД и органом дознания, по горячим следам злоумышленники были установлены и задержаны. О ходе рассмотрения дела в суде мы сообщим в патрульной службе. Также утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 32-летнего мужчины. 26 марта в московском районном суде города Твери решался вопрос об избрании меры пресечения жителю Владимирской области, подозреваемому в мошенничестве. Мужчина был задержан благодаря оперативной работе сотрудников Тверского уголовного розыска. Его жертвой стал житель Твери, которого подозреваемый обманул на 54 тысячи рублей. Скажите, пожалуйста, вы признаете себя виновным? Виновным? Да. Нет. Не признаете. Вы откуда? Из Владимирской области? Судимый раньше? Нет. Мошенничество, по мнению следствия, подозреваемый совершил посредством мобильной связи. Предложил покупателю якобы имеющийся товар и попросил перевезти деньги. Мы не перестаем призывать вас, уважаемые земляки, к предельной бдительности. Случаи мошенничества участились. Не ведитесь на незнакомые звонки с просьбами, предложениями и угрозами. Напоминаем, обо всех таких звонках сообщайте в полицию.